Всем привет! В эфире программа «Хочу сказать» на Первом Городском. Меня зовут Денис Саландин. Рядом со мной прекрасная Мария Укьянова. Здравствуйте! Здравствуйте! И сегодня мы будем говорить на тему интернета «Добро или зло?». В нашей программе мы даем возможность сказать что-то каждому. И поскольку программа так и звучит, «Добро или зло», то, вероятно, мы будем спорить об этом. Ну, для тебя интернет зло или добро? Ну, я часто провожу время в интернете. Залипаешь? Залипаю в разных социальных группах, и, в общем-то, из-за этого иногда возникает разногласия другими членами семьи. А у тебя как дела? Сейчас не будем уточнять, в каких группах ты залипаешь. У меня все нормально, я живу реальной жизнью, и поэтому я думаю, что интернет – это зло, конечно. Это ты можешь, конечно, телезрителям нашим рассказать. Хорошо, вот ты знаешь про эти нашумевшие группы, да, курицы, козлы. Да, вот, кстати, сегодня мы обсудим по поводу козлов и куриц Калининграда. На этой неделе споры просто не утихали. До слез доведенные девочки, злобные смеющиеся мальчики. Ты как бы реагировала, если бы, не дай бог, фу-фу-фу, ты туда попала. Хочешь меня сюда закинуть? Нет, я тебя знаю только хорошее. Я бы сказала, что это отличный пиар, на самом деле, если о тебе что-то говорят, то это здорово. Я бы, ну, каким-то образом радовалась бы этой ситуации, и тем более там были бы хорошие отзывы. Ну, наша гостья так не думает. Тогда она в целое время представит нашу гостью, которая так не думает. Здравствуйте, Лиса. Здравствуйте. Рассказывайте, что привело вас в нашу студию. Да какое отношение вы имеете к этим курицам и козлам? Что вы хотите сегодня сказать? Ну, для начала я хочу сказать, что для меня интернет – это добро, потому что с помощью интернета многие люди исполняют какие-то свои амбиции с помощью общения, распространения какой-то информации. Но, к сожалению, по какому поводу я пришла, да, потому что информация не очень хорошая. Недостоверная, так? Ну, здесь я не могу, конечно, говорить точно за всех, да, но и сразу поправлю, что у нас три группы. Одна группа – это козлы Калининграда, вторая группа – это курицы Калининграда. Давайте поясним нашим зрителям, да? А третья? Боже, третья какая третья? А есть третья группа, которая, в принципе, против обеих этих групп. И я именно состою в ней. И что же это за группы? Группа набирает обороты просто сумасшедшие, и мальчики лидируют. У них сейчас практически 40 тысяч пользователей, у девочек чуть больше 20. Девчонки догоняют козлы. Курицы догоняют козлов. Да, группа девочек появилась гораздо позднее, я скажу. Это в отместку мужикам, да? Абсолютно верно. То есть они ничем не лучше, я считаю так, что мальчики хороши, но девочки их догоняют. Ну, естественно, ведь мальчики, наверное, не с мальчиками же встречаются, хотя так бывает, но мальчики встречаются с девочками. Но, опять же, группы обе закрыты. То есть разговоры дают как бы в раздевалках у девочек и у мальчиков. Все туда попадают. Конечно, но... Калининград, небольшой город. Лиса, ну что мы все вокруг да около? Скажите, вы себя там видели? Нет, вы знаете, себя я там не видела, то есть меня лично там нет. Но мои высказывания появились на странице администратора, он их выложил там, как одно из самых громких высказываний. А что вы сказали? Без нормативной мексики. Нет, там нету никакой оскорбительной, никаких оскорбительных слов, но так как в тот момент накал страстей был настолько силен, девочки негодовали, они были обижены, я решила, что нужно внести какую-то долю юмора, чтобы как-то разрядить эту обстановку. Я, в принципе, сказала, что стоит относиться к этому так, что скоро это станет престижно, находиться в этой группе. А я о чем? И мы начнем обижаться, почему же там нас нет, неужели мы хуже всех? А что пишут? На что обижаться? Ну, пишут действительно очень отвратительные и унизительные вещи, которые даже вот передавать, в принципе, ну, это невозможно. Это неправда или правда? Ну, а кто же это проверит? Мы же видите, это же развлекательные группы. Там никто ничего проверять не будет, но возрастная категория этих девочек как раз та, которые действительно ходят по клубам, они пытаются устроить свою личную жизнь, они знакомятся с мальчиками, и, конечно, каждая из них надеется на лучшее. А там, да, там идет именно речь о том, что, вот, например, я познакомился с девушкой, вы ей просто расскажите про то, что вы ее любите, и на ней женится, и она сделает все, что вы хотите. И выставляет эту фотографию. Какой негодяй. Ну, это просто, да. Ну, это, на самом деле, такой известный способ пиара. Все-таки добро или злой интернет? Ну, я все-таки думаю, что добра больше. Спасибо большое вам, что пришли к нам, рассказали. Да. Ну, и если вы там окажетесь, то какая реакция это будет? Моя реакция, я хочу сказать, нет, защищаться я, конечно, не буду абсолютно, но я могу передать один этим группам. Создателям. А вы сейчас можете это сделать в рамках нашей программы, конечно. Можно смотреть на камеру? Пожалуйста. Я хочу сказать словами из очень известной детской сказки, которая называется «Волшебник страны Оз». Разговаривала девочка Дороти с чучелом, который в огороде пугает ворон, и она его спросила, у тебя же нет мозгов, как ты можешь разговаривать? А чучело ей ответила, не знаю, но знаю точно, что те, у кого нет мозгов, поговорить очень любят. Прекрасная точка, по-моему, в этой дискуссии. Сейчас кто-то, наверное, даже и задумался. И здесь присутствующих. То есть чучело. Спасибо большое вам. Согласитесь, куда приятнее попадать в интернет за другие заслуги, например, за достижения. Наш следующий герой повторил и усложнил трюк Джанклода Ван Дамма. Давайте посмотрим. И вот он, герой этого сюжета, Александр Соколовский, спортсмен-экстремал, появился в нашей студии. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте. Мы встречались с вами на программе «Про город». Вы в прекрасной форме. Продолжайте чудить, так, Петя? Спасибо. Да, продолжаем чудить, продолжаем достигать новых результатов. Ну вот расскажите про этот результат. Как вам удалось повторить и более того, усовершенствовать? Ну, мы немножечко усложнили, мы пустили автомобили по песку. То есть внезарожники, в принципе, автомобили там передвигаться очень сложно. На кадрах видно, что машины разъезжаются, там даже были маленькие травмы, ну, слабенькие, так скажем. Все уже прошло, все в порядке. Мама сейчас не слышит. Мама, слава богу. А экстремалы другие узнают вас уже после этого ролика-то, YouTube, который вы выкинули? Ну, огромное количество просмотров, на самом деле, да? Да, огромное количество просмотров, мало того, приезжали даже с Москвы журнала «Стархит» снимать про меня в рубрике «Мужчины мечты». Мне, кстати, принес похвастаться. Так, «Мужчины мечты», да? Да. Можно посмотреть? Как интересно. Конечно, посмотрел, пока расскажите. Последний. А вообще этот трюк, он опасен? Ну, вот вы его не с первого же раза сделали, травмы какие-то были? Я забыл там такую табличку поставить, не повторять это, пожалуйста, потому что действительно были травмы, я вывихнул сустав. Ну, готовился не так долго, но, говорю сразу же, это очень сложно. Тем более, когда машины движутся по пересеченной местности. А зачем в интернет выложили? Ну, это для чего? Мы поздравили всю Россию и команду «Блэк Стар» Москва с Рождеством. Почему «Блэк Стар»? Ну, потому что… А «Блэк Стар» мы занимаемся с друзьями в спортзале. Они официальные представители «Блэк Стар» одежды в Калининграде. Вот, они их партнеры. Ну, и мы решили такой шуточный… «Блэк Стар» дотимить. Спасибо. Такой шуточный ролик с поздравлением. Там написано «Поздравляем Блэк Стару Вэр и Олаф Раша». То есть всех из России, всех зрителей, кто посмотрел трюк и оценили. Но помимо оценок положительных, были отрицательные оценки. Как без этого. Что же не понравилось? Что говорят? Давайте мы, я так скажу, из 10 тысяч просмотревших 105 человек отметили негативно. Но это только потому, что мы выкинули на такой ресурс, где все негативны. Вот вопрос опять же, как и о козлах, и о Калининграде, и о курицах, да? Всегда есть десятых человек, которым нечем заняться. Они сидят там и вот какой-то негатив выплескивают в пространство, да? Как критик. Вот раньше, например, не хватало же критиков. Вот Иссориан Григорьевич Белинский. Как важна была его критика. Да всегда они были и всегда критиковали. Мужчина мечты, Александр. Я думаю, что Александр может сейчас показать нам трюк. А я буду снимать, снимать. Да, вот здесь сейчас с помощью стулья. Мы выложим это все в Инстаграм, и зрители Первого городского, конечно, смогут увидеть. Пожалуйста, давайте, покажите. Это можно, кстати, дома сделать? Да, это можно дома сделать, можно сделать и на самолетах, можно сделать на поездах, можно сделать на чем угодно. Главное было желание и стремление. Ведь ничто другое не движет людьми, как желание что-то выполнить, достижение каких-то целей и результатов. Пожалуйста, конечно, я покажу вам, как это делается. Ну, в таких условиях, правда, не так, как было это на побережье, но... Ну, мы сейчас попросим, чтобы к нам принесли стульчики. Все-таки интернет – это добро или зло? Я считаю, что это добро. Добро, потому что, во-первых, это бизнес, новые просторы, общение с людьми. Я, допустим, сейчас с помощью этого журнала познакомился с моей будущей женой. Это актриса из Москвы. Ого! Скоро свадьба. Ого! Ведь не жена была еще полгода назад, когда приходила в программу, и посмотри, какие результаты. Все, вот видишь. Актриса из Москвы. Да. Ну что ж, давайте посмотрим трюк. Есть о чем подумать. Так, я это все поснимаю. Уху! Вот так вот. И смотришь телевизор. Ну, что я же вечером в сериал? Ну, я сидела на шпагате. А сколько картошечек? Ничего себе. Нет, его, одна его нога здесь, а другая там. Ты понимаешь вообще, что происходит? Это удивительно. Ну, все. Выкладываю в интернет, ждем лайков. Ох, мне кажется, что лайков будет очень много. А ты знаешь, какое видео на самом деле побило все рекорды по лайкам? А, в Калининграде? Да. Я его откопала. После короткой рекламы вы тоже об этом узнаете. Не переключайтесь. Вы смотрите «Хочу сказать», тема нашей программы «Интернет. Добро или зло». И Мария до рекламы обещала нам какое-то видео, которое бьет в Калининграде все рекорды. Причем видео 93-го года. Да, это связано с Примадонной нашей эстрады Аллы Борисовны Пугачевой. Раньше она носила балахоны и костюмы в стиле летучая мышь, вот, которую я тоже предпочитаю, на самом деле, для каких-нибудь корпоративов или банкетов. Ты можешь есть все, что хочешь, ничего не видно, классно. Но Алла Борисовна рискнула, она сделала себе пластическую операцию за большие деньги. О которой тогда говорили все. Похудела, похорошела, помолодела. Ну, обсуждали, что, собственно говоря, с ней произошло, что это, пластика, диета. Хватит говорить, давай посмотрим видео. Да, я хочу увидеть теперь это твое платье. Да. Не отрекаются, любя. Ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя. А ты придешь совсем внезапно. Не отрекаются, любя. Слушай, ну, я на самом деле, знаешь, на что внимание обратил? Что Алла Борисовна, что-то, сапотела, ну, устала. Устала Алла уже тогда, в 93-м. Если честно, я не понимаю, почему вот оно столь популярно в Калининграде. И, насколько я знаю, что в Калининграде именно, да, этот концерт был в Калининграде. Да, вероятно, в Калининграде она популярна, потому что концерт был в Калининграде. Потому что, ну, я не знаю, сколько из этих пяти тысяч людей, которые просмотрели видео на Ютубе, было на этом концерте. Ну, сколько смещает скандал. Мне кажется, они просто ждали какой-то конфуз, может, какой-то скандал. Потому что принято, да, что вот у звезд. А платье-то видела? Вообще, да? У меня нет комментариев. Особенно, особенно не хочется обижать чувства поклонников Аллы Борисовны. Пять тысяч просмотров, ничего плохого сказать нельзя. Пять тысяч человек будут думать, да вы-то кто? Почему вы обсуждаете Примадонну? Поэтому мне хочется о других ребятах рассказать. Они точно не обидятся, что мы о них говорим. Потому что еще пять тысяч просмотров на Ютубе. Пятьсот тысяч просмотров. Пятьсот тысяч просмотров на Ютубе калининградцы, которые боролись за экологию. Оригинальным способом они это делают. Давайте посмотрим, как. Два калининградских студента, прихватив обычный стул, вышли на дорогу для необычной акции протеста. Усевшись посреди проезжей части, Женя и Дима решили бороться с глобальной проблемой. С загрязнением окружающей среды. Эти кадры сделал один из очевидцев. Нескончаемый поток машин на шоссе. И два молодых человека прямо под колесами. Некоторые водители, не обращая внимания, просто объезжают подростков. Другие притормаживают и пытаются узнать, что все-таки происходит. А этот автомобилист решительно устраняет нежданную помеху на своем пути. Кстати, один из показанных подростков этого видео теперь известный блогер. Он не смог к нам прийти, но пришел его друг, тоже известный блогер. Роман Юхновец. Здравствуйте. Которого мы пригласили сегодня. Здравствуйте, Рома. Ну, мы хотим, чтобы вы прокомментировали это видео. Видео вашего друга. Ну, не друга, а коллеги. Ну, и друга, да, можно сказать, лучшего. На самом деле, Дмитрий не знает, что... Сколько там, 500 тысяч просмотров, да? Да, удивится. Да, очень удивится. Тем более удивится, узнав, что я комментирую сейчас это видео. Ну, подожди, комментарий. Как ты думаешь, почему 500 тысяч просмотров было у этого видео? Ну, YouTube, как любая социальная сеть, она, это, там, вирусный контент. То есть, человеку понравилось, он... Ну, все-таки, если нет кричащего заголовка, никто не зайдет, правильно? Нет, нет, почему? Ну, человеку вам понравилось видео, вы кидаете ссылку, там, допустим, себе в контакт. Себе в контакт, люди, ваши друзья переходят к кому-то, ну, вирусом распространяется, не обязательно через поисковики это все-таки индексируется. Мы говорили с тобой, Рома, о том, что на самом деле YouTube фиксирует просмотры только когда человек посмотрел видео от начала до конца. Это правда или сколько? Ну, по крайней мере, я об этом читал и читал в самой ютубовской информации о том, что если смотришь больше 70% ролика, тогда считается просмотр. Тогда считается, что этот просмотр, галочка поставлена. Смотрите, а если сейчас Мария закинет нашу программу в сети, будет 10 раз заходить смотреть, будет 10 просмотров считаться? По-моему, нет. То есть сразу как... IP, да, там. Сразу вычисляется. Ну, как-то там какая-то формула есть, ну, я сомневаюсь, что там 10 раз посмотрел, было бы очень много накруток. Я не знаю, что программа 10 раз, даже для того, чтобы набрать лайки. И все-таки интернет – это добро или зло? Как вы считаете? У блогера спросил. Нет, ну, конечно, добро, потому что... Некоторые ненавидят свою работу. Нет, 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 здесь бабло – это второстепенно. Я просто сейчас сижу в этой студии, грубо говоря, только благодаря интернету. Потому что два года назад, может быть, вы не в курсе, меня интернет-аудитория спасла. И я, как бы, остался жив только благодаря людям, которые собрали деньги на мое лечение. То есть, вот... Ну, это известно, что по помощи интернета многим людям спасли жизнь. Да, ну, расскажите об этом. Ну, да, у меня было сложное заболевание и требовалась большая сумма денег. Я был в реанимации, то есть, без сознания. Мне нужно было перевезти в Москву. Ваши друзья? Да, мои друзья, в том числе Дима, координировал все действия. То есть, собрали около полумиллиона рублей. И меня бортом, самолетом отправили в Институт Склифосовского, где я три месяца восстанавливался. И, конечно, пережил 21 операцию, и, собственно, вот я здесь. То есть, все это время вы общались в интернете с теми людьми, которые... Конечно, да, да. Наверное, интернет и спасал, в общем-то, да, когда лежишь в палате далеко от Калининграда. Да, конечно, поговорить не с кем. Вот, Facebook, Twitter, да. Известная социальная сеть. Да, то есть, там, естественно. Сейчас, ну, в данный момент я больше пользуюсь Twitter и Facebook. Раньше это был «Контакт», но сейчас, не знаю, я ушел оттуда. Люди уходят из «Контакта» в Facebook. Почему они так делают? Ну, в разной аудитории ВКонтакте более молодежная социальная сеть. То есть, взрослеют и перебираются. Конечно, да. Facebook – это более старшее поколение, средний возраст люди. Twitter, ну, Twitter, там все вперемешку. Как-то не разберешь людей. Скажите, а вот этот ролик, который мы с вами просмотрели, там достигли ребята результата, которого, в общем-то, ожидали? Рад чего они попадали под колеса таксистам и так далее? Насколько я знаю, никто не ставил цели чего-то там защищать. Просто пропиаривались. Просто ребята веселились, да. Ну, это уже журналисты сделали из этого то, что хотели, да? Ну, конечно. Спасибо вам большое, что пришли к нам. Вам спасибо. Лайков вам. Спасибо. И лайков нашей программе. Эту программу «Хочу сказать» и мы продолжаем. Ну, и по традиции в конце нашей программы музыкальный сюрприз для калининградцев. Сегодня к нам пришли ребята из группы «Банана Джем». Они сами написали прикольную песню, которая называется «Люби меня». Название замечательное. Возможно, после этого выступления и попадания нашей программы в интернет ребятам придет настоящая слава. «Люби меня», «Целуй меня», «Не короли, чтоб все разряд. Затай вопрос, узнай ответ, и погаси, пожалуйста. «Люби меня», «Не улетай», «Иди ко мне». «Влети назад», «Сейчас хочу услышать, да?» «Не улетай, злой скучный город», «Со мной останься до тех пор». «Я знаю, буду бегти еще один я с тобой». «Ах, путь готовый вперед!» «Как души не ободри, руку не обрати». «О-о-о-о-о! Слюблю меня! Слюблю меня! Слюблю меня! Слюблю меня! Слюблю меня! Слюблю меня! «Я поздоровался для тебя!» «Слюблю меня! Слюблю 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 меня! Слюблю! Слюблю меня! Слюблю меня! Слюблю меня! Слюблю меня! Слюблю! Слюблю меня! Слюблю! 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 Слю Люби меня, злую я, не говори, что всё зря. Заткай вопрос, узнай ответ, и погаси пожалуй. Это что последствия, я знаю, пусть идти, ищут тебя с тобой. Так лучше мне говори, руку мне протяни. Люблю тебя, любовь тебя, злую тебя, злую тебя, злую тебя, злую тебя, злую тебя, злую тебя. Не улетай, не улетай, не улетай. Не уходи. Дорогие друзья, замечательная подвода, замечательные ведущие передачи. Благодарим первый городской канал, мой группа «Барана Джеб». Добавляйтесь вконтакте, ищите нас в интернете. И выходите на улицу, любите нас, любите друг друга, любите своих дорогих самых лучших людей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С вами была программа «Хочу сказать» Мария Лукьянова. И Денис Аландин. Мы работали специально для вас. Увидимся, как всегда, в эфире первого городского канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова